Издать книгу со стихотворениями было его мечтой. Благодаря инициативной группе серпуховичей она воплотилась в жизнь. В музее кукол состоялась презентация книги детских стихов незрячего поэта Валерия Турлакова. Книга Валерия Турлакова так и называется «Нес медведь-лукошка». В ней стихи для детей. Добрые, веселые и искренние. Когда моей дочери исполнили где-то пять лет, у меня не оказалось под рукой ни одной детской книжки. Ну, я сам не вижу десяти лет, поэтому мне пришлось самому начинать писать. Я первое стихотворение получил, сказали, что «Нес медведь-лукошка» начинал. Вот поэтому она так и называется книжка. Книга «Нес медведь-лукошка» выпущена тиражом тысячи экземпляров. В ней не только стихи, но и загадки, и замечательные яркие картинки. От одного прочтения ты уже буквально видишь эти картинки. Остается только их успевать рисовать. Ну, и я просто помню себя в детстве, что мне нравилось в детских рисунках. И я постаралась сделать так, чтобы детям было интересно разглядывать их. Там максимально много деталей. «Нес медведь-лукошка» увидела свет благодаря средствам, собранным инициативной группой. Над книгой работало серпуховское издательство «Старый Кремль». Напечатана она в тверской типографии. Книга должна быть интересна для взрослых детей. Это тоже для нас. И она должна быть узнавательной и открывать какие-то новые игры для наших маленьких человечков. И я считаю, это и наша победа как издателя, да, и самое главное, это наша общая победа с серпуховичкой группы. Главным инициатором создания книги стала серпуховичка Татьяна Лопатина. То стихотворение, которое я услышала от его дочери при нашем знакомстве, оно мне показалось очень созвучным с моим советским детством. Извините, со стихами Акни Барто. Очень захотелось, чтобы эти стихи увидели и прочитали другие люди, особенно чтобы это читали дети, потому что это очень добрые стихи. Сейчас, когда книга уже вышла, когда основная работа проведена, мы можем купить эти книги и передать их в семьи, многодетные семьи, в семьи, которые находятся сейчас в трудной жизненной ситуации. Мы можем передать в детские дома. Есть такая акция, такое начинание. Ты купи себе одну книгу, а одну книгу купи в дар. Автор стихов Валерий Турлаков мечтал о том, что его взрослая дочерина в будущем, когда его уже не будет, возьмет в руки книгу, прочтет его внукам и связь поколения не прервется. Его мечта сбылась. Продолжение следует...